Мой вариант переозвучки начинается со сцены, где Данила входит в кадр, где он вот в камуфляже, вроде как возвращается с арами, и там играет изначально песня «Крылья» группы Nautilus. Я заменил эту песню на песню про дурачка в исполнении Егора Летового с альбома «Прыг-скок». Почему там изначально вообще играет песня «Крылья» мне не совсем понятно. Музыкально она подходит классно, здорово, но по тексту вроде как Балабана втяготил к тому, чтобы текст песни вот прям чуть ли не дословно повторял в некоторых местах, собственно, то, что происходит на экране. Здесь такого не находится. Есть такая гипотеза у многих, по крайней мере, соответствующая для других фильмов Балабанова, это «Груз-200», ну и, в принципе, для фильма «Брат», там вот где Светлана, женщина и Кэт, что вот эти женщины, они олицетворяют Россию. Возможно, что вот эта бескрылая женщина в начале фильма, которая вот снимается для клипа, это тоже такая метафора на Россию, замученную. Непонятно, почему она так роскошно одета, но, по крайней мере, почему крылья обломаны, можно понять. Стоп! Стоп! Кто опустился? Но это не так гладко ложится, на самом деле, на смысл. Я заменил на песню про дурачка, поскольку я очень много видел комментариев, собственно, Балабанова и разбора его фильмов, и Данилу, собственно, Багрова, Данилу Багрова, не Багрова, он воспринимал как раз как такого, ну, немножко глупенького персонажа. Ходит дурачок, доля соня... И вот акапельное вступление, где пам-па-па-пам, на мой взгляд, очень хорошо, это подчеркивает. И как раз добавляет вот эту самую читабельность, которую многие, судя по всему, не заметили. И на мой взгляд, про дурачка никак не ломает ни идею, ни атмосферу кадра, ничего совершенно. Ищет дурачок глупее себя... Дальше я поменял сонтрек в кадрах, где Данила ходит по городу, где он, собственно, приезжает в Петербург. Изначально там играл Наутилус Помпилиус. Вообще, в первой части почти все играет Наутилус, там где-то есть еще Настя и пара попсовых треков. Я заменил Наутилуса, люди на холме, которые вообще хорошо подходят. Я заменил на Собаки. Не сказать, что я в ней добавляю какого-то дополнительного смысла, хотя, опять же, можно посмотреть по тексту. Точно так же Дел Балабанов, когда добавлял сонтрек, тут люди на холме сидят, в городе, это якобы вот эта вот иерархия, власти, все такое. В принципе, в Собаках довольно похожий смысл, и особенно на бандитский Петербург это накладывается, ну, неплохо. И эпичность вот песни Собаки, на мой взгляд, вполне соответствует тому, той риторике, которая происходит в фильме «Брат». Заставка фильма «Брат» довольно забавная вещь, там такой минималистичный звук. Сопровождая появление букв, и я, в общем-то, пытался это воспроизвести, я вставил начало песни «Убивать». Она такая вот минималистичная, как будто бы восьмибитная, и на мой взгляд, подходит. Опять же, если мы смотрим, ну, таким Балабановским методом, то песня как раз про убийство. В общем-то, многие, кто разбирает фильм, говорят, что вот Данила, он видит своих и не своих, у него все как раз черно-белое. Если мы судим по вот таким вот параметрам, то песня подходит почти что идеально. Если, конечно, не вдаваться в какие-то вот глубины летовского текста, что он там говорил про совсем иные вещи. Вообще, в принципе, этот ролик, вся эта переозвучка, как, собственно, и сам фильм, существует не ради музыки, а ради фильма. Здесь, собственно, музыка должна сопровождать то, что происходит на экране, нежели мы должны подбирать саундтрек, чтобы вот картиночка совпадала с ним буквально. Нет, на самом деле, у меня один раз такой получился момент, это когда Данила ищет квартиру, ходит по городу, переодевается. Вообще, это, кстати, хорошая сцена, и она там сам по себе идеально работает. Вот я в ней поставил «Вечная весна» в одиночной камере. Это забавно, это не столько по смыслу, сколько просто хороший сонтрек. Подходит по динамике кадра, подходит по действию, и там в один момент получается, что Данила подходит в эту самую будку. Вот я даже не срезал ничего, и он оказывается в этой одиночной камере. Ну, это забавно, на самом деле, потому что Данила, изначально приехав в город, довольно чужд по отношению к этому городу, так же и город для него чуждым является. Вот и всё. В оригинале, в этой сцене играет песня на Утилуса «Я придумал тебя во время дождя», я не помню точное название. Если смотреть по смыслу, типа он выдумывает свою жизнь, начинает это конструировать, вот таким образом придумывает себе какой-то дополнительный образ, или что... Ну, музыка явно весёлая. Да, в кадре происходят такие весёлые события, то есть радостные там покупки, выбор жилья, всё это довольно неплохо. Для меня это какой-то спорный момент, честно говоря, «Вечная весна» мне больше импонирует в этом вот контексте. В сцене, где Данила курит на набережной, ходит по квартирам, я поставил песню «Ещё немного». На мой взгляд, она вот идеально совпадает по тексту, да и, в принципе, вот, опять же, по какой-то динамике кадра она довольно подходит. Был также мной изменён саундтрек в кадре, где Данила лежит, пытается, короче говоря, заснуть в каком-то не-то чердаке, непонятно в чём. И такая мрачная, депрессивная атмосфера, я бы поставил песню «В каждом доме». На мой взгляд, вполне такая уместная вещь, да, немножко, да и даже, наверное, не немножко, а прямо в лоб, но почему бы и нет. У Балабанова в этот момент, в принципе, также всё играет тот же Ноутилс, который играл во всех предыдущих сценах. Песня не прерывается. Я старался запихать чуть побольше разных музык, что подходит, что не подходит. Где-то это было, так скажем, ради хохмы, где-то это было, ну, прямо осознанно. Где-то я это делал по смыслу, по смыслу песни, по динамике кадра, где-то я вставлял просто по приколу. Например, вижу панков, вставляю музыку про панков. Так я сделал с кадром «Поганая молодёжь», где Данила идёт и подходит к панку. Там я немножко, кстати, частоты прибрал верхней, чтобы оно звучало как-то более в пространстве, как будто бы он там где-то у кого-то из магнитофона играет. Ну, почему бы и нет. Далее я поменял, нет, вообще не поменял, я добавил сонтрек в сцену, где Данила приходит к Виктору и кушает у него на кухне. Опять же, я вставил песню про червячков. Изначально там вообще ничего нет. И песня про червячков, она сама по себе довольно забавная, да, я уже где-то в одном из видео упоминал, что она такая мрачная по тексту, но весёлая по исполнению. На мой взгляд, если ты знаешь эту песню и смотришь эту сцену, то она тоже начинает работать на дополнительные смыслы. И текст начинает приносить нечто своё в сцену. Понятно, что у Виктора вряд ли мог играть такой сонтрек в квартире, там, по приколу, не по приколу. Ну, может быть, там, у Данилы бы из наушников это играл. В сцене, где Данила подготавливает своё вооружение к встрече с бандитами, я поставил песню. «Белая безмолвие» — это кавер на Владимира Высоцкого. И, на мой взгляд, он довольно хорошо подходит. Нам сиянье пока наблюдать не пришлось. Вообще, подходит не конкретно к этой сцене, потому что Балабанова, по-моему, там играет нежный вампир. Это совместка на Утилуса и Бориса Гребенщикова. Дать тебе силу. Показывает Данилу, как такую силу. Я поставил «Белая безмолвие» в попытке показать всё-таки такую трагичность самого Данилы, как персонажа, которому чего-то не хватает. Это редко бывает сиянье в цене. На мой взгляд, на протяжении всего фильма, всей первой части, ему чего-то не хватает. Он выглядит довольно поломанным в этом вот жёлтом Петербурге Достоевского из «Преступления и наказания», в этом таком тягучем, мучительном сюре. Ему не хватает какого-то своего места, ему не хватает признания, ему не хватает близких людей. И вот это вот «Белое безмолвие», когда как раз сиянье бывает, это редко в цене. На мой взгляд, это подходит довольно неплохо. Заменил я также и музыку в сцене, когда Данила разбирается с бандитами. В моей версии Данила разбирается с ними, ну и убегает от них под песню «Кто сдохнет первым». И в оригинале это происходит под песню «Матерь богов». И на мой взгляд, это очень хорошо, там всё динамично. И по тексту опять же складывается, что вот всё, что происходит, это сотворил Данила в этом. Ну, то есть, пришёл, начал рушить, посмотри, всё, что здесь происходит, это я сделал. По крайней мере, вот так я таргтую. Я подставил «Кто сдохнет первым» просто вот ради вот этого вот кадра, где он убегает, бандитов, где играет соло такое надрывное. На мой взгляд, это тоже неплохо, но смысл, конечно, теряется. Тут оригинал, безусловно, выигрывает. Дальше у меня идёт сцена в оригинале, в которой вообще ничего не звучит. Но я поставил здесь песню «Я всегда буду против». Как раз, когда едет трамвай по рельсам, приближается на этого бандюга, бандитника, то мы чувствуем вот это вот напряжение, которое даёт атональная музыка. И на мой взгляд, это интересно. В оригинале, когда Данила приходит со Светланой на концерт, собственно, Бутусова там играет песня, по-моему, «Хлоп-хлоп», «Зёрна упадут» и всё такое. Не знаю, честно, есть ли в этом какой-то смысл в плане контекста фильма, получается такой дополнительный смысл или нет, я поставил туда песню «Я бесполезен». Опять же, на мой взгляд, это просто звучало неплохо и вписывалось в кадр, но, с другой стороны, это могло сказаться о том, что Данила в этом мире, опять же, чужая родина. Я на этом явно не настаиваю, вот, просто, может быть да, может быть нет. Можно смотреть на эту ситуацию, как будто Данила бесполезен в плане обычной социальной жизни, нахождения на концертах, в каких-то тусовках, что вот он именно хорош в своей вот этой вот злобной, так скажем, деятельности, в выкашивании людей, обычная такая спокойная мирная жизнь для него, ну, не подходит, он в ней бесполезен. «Я бесполезен, я бесполезен, я бесполезен, я бесполезен». Далее шла сцена на кладбище, когда Степан, режиссер, помогает Даниле, собственно, избавляться, ну, так скажем, от улик. В оригинале опять же играет песня «Люди на холме». Я ее попробовал заменить, и заменил на песню «Так закалялась сталь». На мой взгляд, как оригинальная вещь, так и «Так закалялась сталь» здесь подходит, только меняется опять же смысл. Если люди на холме показывали их какую-то вот эту возвышенность над реальными законами. «Так закалялась сталь» показывает как раз акцент на Степане, что вот он в этом плане закаляется. И что, в принципе, сам Данила, очевидно, где-то закалялся подобным методом. И вот в этом плане мне нравится, как использована песня. Извините, сам себя хвалю. Мне просто нравится, я вот довольный. И довольно забавный контрапункт получается по музыке. Вообще, он, в принципе, изначально в песне «Так закалялась сталь» присутствует, которая абсолютно мрачная по тексту, но такая веселая по исполнению. И здесь в сцене он тоже работает. Ну, во всяком случае, может показать несколько пренебрежительное отношение ко всему вот этому мраку, убийствам, что вот это все так весело исполнено. Ладно, у «Гаджетанской обороны» это понятно, как работает, но в фильме «Брат» это, ну, не знаю, на мой взгляд, дает дополнительный такой смысл, дополнительную глубину. Следующая сцена, где Данила готовит обрез из ружья. В оригинале эта сцена сопровождается песней «Наутилус» «Черные птицы». И это замечательно, это замечательно вообще просто. По всему по напряжению, по тексту. Ничем ты не откупишься, все, ты меня задрал. Иду тебя гасить. Вообще, я считаю, здесь ничего лучше не подойдет, и это вообще невозможно никак подобрать. В плане вот смысла и динамики музыки ничего невозможно. Я попытался, я поставил песню «В ленинских горах». Ну, можно как-то подвести, но, честно говоря, я не вижу и не хочу, потому что это начнется какая-то кампания. Можно только вот сказать, что, типа, это неуважение бандитов к обычным людям, к той же вот Светлане и вообще ко всем. Но не более. В одной из сцен Данила простреливает там ногу мужу Светланы. Потом Светлана говорит «Иди лесом». Он стоит офигевает. Типа, чё? Ладно. Уходит, идет по городу, вот как раз, где сцена Светланы ничего не играет, а где он идет по городу и играет песню «Nautils» про зверя. Показывает то, что он начинает делать. То, что от него совершенно не требуется. И он начинает уже переступать вот через какие-то свои вот эти вот рамки. Он их просто не видит. И что он, в принципе, зверь. Я поставил туда песню «Дембельская». На мой взгляд, она создает иное впечатление, если мы посмотрим на саму песню, на ее текст. Что, по сути, вот мы там воюем-воюем, но еще немного, и мы победим. Надо там подождать, когда-нибудь она воздастся. Я вкладывал вот именно это в, собственно, в эти сцены. И тогда вот это вот офигевание Данилы, как он идет, как он расставит в этом всем, это показывает его такую усталость от этой войны. Далее происходит ключевая сцена, где немец говорит Данилу, вот и ты пропал. Вот и ты пропал. Данила уходит. И сидит немец, смотрит грустно, понимает, что вот еще одна беда произошла. Я поставил в эту сцену песню «Старость, не радость». Здесь, если показана обездольная интеллигенция, то, на мой взгляд, эта песня подходит, ну, практически идеально. Кстати, в сцене с немцем довольно забавно, что дети умерли все в блокаду. Можно так метафорично переложить на Данилу, что вот, ну, город его съел, поглотил и отнял у него все силы, и он пропал. Точно так же, как эти дети в блокаду. Раз уж мы такие идем по смыслу песен. Далее, когда он выходит из города, все так же играет песня «Зверь». Но когда он уже едет в машине, «Тем, кто сейчас находится в пути, я посвящаю следующую композицию». Играет песня «Люди на холме», показывающая, вот опять же, вот эту вот, на мой взгляд, какую-то безнаказанность, высоту выше всех вот этих вот мнимых законов. В этот момент, когда он выходит на дорогу, едет, я немножко там подрезал, я поставил песню «Долгая счастливая жизнь». Потому что Данила сделал все, как считал нужным, сделал все хорошо, но при этом получилось почти все плохо. И отныне «Долгая счастливая жизнь», которая, в общем-то, в оригинале летом сказана очень саркастично и иронично. «Долгая счастливая жизнь». Далее мы переходим ко второй части, в которой меняется совершенно все, меняется персонаж. Если в первой части это был молчаливый, поломанный интроверт, то здесь это экстравертище, которому позволено все, которому под силом все. И картинка, и музыка, все здесь меняется. Если в первой части это были такие мрачные, немножко депрессивные песни Наутивуса, Насти, то здесь русский рок, который был тогда молен. Тогда было наше радио, но существовало уже, по-моему, год или два. Хитовые песни, которые должны были выстрелить, которые уже выстрелили, они попали в саундтрек. И да, все говорили, что в этом фильме должны были быть DDT, должен был быть их саундтрек. Но там Шевчук отказался, ладно, не о том, по каким причинам. Но важно то, что в одной из сцен должна была играть их песня. Это песня «Не стреляй». Должна была играть вот именно уже ближе к концу, где Данила идет по клубу и, собственно, стреляет. «От который его об одном умолел, не стреляй!» Ну, песня довольно мягко ранжированная. Почему она звучит в этом жестком моменте? В оригинале здесь играет, полковнику никто не пишет, группа B2. На мой взгляд, выбор группы B2 гораздо лучше. Хотя тексты Шевчука мне нравятся больше, нежели у B2, а B2 мне нравится музыкально больше. Но, по-моему, как случилось, так и должно было бы случиться. Это хорошо. Идем все-таки по фильму. «Танец для мертвых сквозь толстое стекло». В момент, где Данила приходит на телевидение. Опять же, это, ну, банально по тексту идем «Танец для мертвых сквозь толстое стекло». «Танец для мертвых сквозь толстое стекло». Данила видит всех этих людей сквозь толстое стекло, потом их встречает в реальности, а потом и сам таким становится. Я не знаю. Наверное, здесь, кстати, можно, если так глубинно покопаться, немножко шизу развить свою, то, может быть, здесь даже можно докопаться до того, что Балабанов сам уничтожает этого героя, помещая его в мир. вот этих персонажей попсовых, которых он видит с журналов, которых он видит с экранов телевизора и сам становится частью их. Далее в фильме мы видим сцену в бане. Мужики общаются, рассказывают о своих проблемах. И, собственно, один служивец Данила рассказывает, как его брата кинули и все такое. В оригинале там, ну, почти ничего не играет, только иногда, как мне кажется, в какие-то особо важные моменты все-таки, когда это надо подчеркнуть, играет песня смысловых галлюцинаций. Называется «Розовые очки». Я Митька звонил вчера. В этой сцене я поставил кавер на группу «Аквариум», сделанный гражданской обороной, песня «Электрический пес». Я не знаю. Не могу я брата бросить, понимаю. И по смыслу это работает, и вот как-то к месту это... Мы же с ним близнецы, мы все время вместе. Вторая часть, она заточена на попсовость, она заточена на массовость, где Балабанов дает все, что от него хотели, то саундтрек гражданской обороны немножко все-таки начинает утяжелять этот фильм, начинает его делать немножко каким-то более мрачным. Дальше я заменил саундтрек в теме Виктора. Когда он приходит, когда мы его видим, играет песня «Вечно молодой, вечно пьяный». И это очень смешно, когда он идет под эту песню по Красной площади, смотрит на мавзолей и играет «Вечно молодой». Вот эта тема «Вечно молодой» она отражает состояние Виктора. Но я поставил ему тему «Солнцеворот». Словно всякий последний раз, словно первый в дождь. Опять же, это могло, на мой взгляд, давать такой дополнительный героический слой персонажу, когда он говорит про Сивостополь, когда он отстаивает свои какие-то русские идеи. На мой взгляд, это получилось весьма саркастично. Кто-то со мной явно не согласен, вот был в комментариях к оригинальному ролику, но мне кажется, что это все-таки прикольно. Далее я заменил саундтрек, даже не саундтрек, наверное, это типа как бы исполняется внутри кадра, где детский хор поет песню «Последнее письмо» группы Nautilus. Я вообще пытался найти любую песню «Гражданской обороны», исполненную детским хором. Вроде бы мне казалось, так услышал, но нет, мне казалось, там какая-то «Долгосчастливая жизнь» или что-то такое было исполнено, но я не нашел. Я нашел, где они такие «О, мы исполнили песню «Гора летова», исполнили совершенно другую песню, исполнили песню из коммунизма, где-то кавер там то ли рождественский, то ли паустовский в оригинале, там написал музыку стихи. И я поставил ту песню и такой «Опа!» А это играет довольно прикольным смыслом. Получается вполне интересный момент, где игралась песня, ну, не знаю, типа «О, американские ценности, они нам чужды», получилось все-таки, типа «Вот, запомнить нам навек свою жизнь, но одно лишь одно, давайте вот жить в мире». Но это опять же какой-то мой такой вкладываемый смысл в эти сцены, в эти кадры, в этого героя, в Данилу Багрова. На мой взгляд, это хорошо, потому что он приходит к Белкину, начинает ему угрожать, апеллировать, каким вещам, как «Вот брат, там все хорошее, пришел я ради этого, там надо помочь, все такое, я не помню, говорит он это или нет, но суть-то такова. Как раз «Любви не именовать» здесь, на мой взгляд, подходит хорошо. Сцена «Автомобильные погони». Я в этот момент поставил песню «Поезд ушел». Она и ритмически подходит, и вот музыкально. По тексту я не ориентировался вообще здесь, ничего не вкладывал, это вот прям максимум. Пришлось нарезать сцену, чтобы она смотрелась динамично, потому что в оригинале она, ну не знаю, какая-то растянутая, и я всегда, когда ее смотрел, мне казалось, какая-то унылая погоня. Дальше, смотря фильм, можно, ну, заметить или, не знаю, как бы столкнуться с этим. Я лично столкнулся, мне показалось, что саундтрек перезавален, и прям много песен, которые непонятно зачем, непонятно почему. Например, я вообще не понимаю, зачем здесь Чечерина, песня классная, но как оно здесь вписывается, я вообще не понимаю. По крайней мере, вот эта вот смысловая нагрузка, которая раньше присутствовала, вообще обделена. Дальше я изменил сцену, где Данила ходит по городу, собственно, по-американскому, я там, не помню, то ли Чикаго, то ли я чё, он по нему ходит, смотрит, удивляется. В оригинале эта сцена происходит под песню Земфиры. Песня вообще отличная, поспорить сложно такое, не знаю, какой-то около гранж, пост гранж, не знаю, здорово, всё клёво сделано. Я попробовал поменять, мне ничего больше не пришло в голову, кроме как вот какой-то спокойной мелодии. Я поставил песню так. На мой взгляд, он должен показать такое вот, какое-то удивление, но я точно так же не понимаю, что в оригинале показывала песня Земфиры. Может, это просто я такой недалёкий. Далее я поменял музыку в сцене драки, где Данила сражается с жителями Америки, под песню «Болковнику» никто не пишет. Это прикольно. Но мне почему-то, в принципе, эта сцена не нравится в плане звука. Я поменял на песню «У войны не женское лицо». И, на мой взгляд, это получилось неплохо. Я как раз хотел что-нибудь такое героическое, ещё вот с этими такими советскими мелодиями, вот этими ту-ду-ту-ту-ту, которые как раз характерны для гражданской обороны того периода. Плюс ещё вот эта вот тема «У войны не женское лицо», на мой взгляд, оно, в принципе, по тексту тоже здесь довольно неплохо начинает играть. Когда Данила выходит из полицейского участка и играет песня «Варвара». группы B2. Вообще не секрет, что Балабанов хотел поставить весь альбом группы B2 в качестве саундтрека. Ну, его, по-моему, Козырев отговорил. Я поставил здесь песню «Забота у нас такая». Добавляет эпичности, героичности, показывает вот этой вот трагичности. Вот Данила пытался спасти свою соотечественницу, но не получилось. А это была его цель, это его забота. Далее идет сцена, где Данила, опять же, готовит оружие для следующей своей спички. И в оригинале здесь играет песня «Океан Эльзи». Я вот посмотрел чисто по динамике и понял, что мне нравится. Это очень здорово подобрано в плане как-то изначально наигрывается на такой как будто бы расстроенной гитаре, а потом переходит. Изначально в этой сцене в оригинале должна была звучать песня «Мумий тролль», где он должен был петь про «Переплавлю твои пули в струны». Но группа «Мумий тролль» отказалась, сказала «Нафиг нам это надо». Ну, грубо говоря. Я попробовал заменить здесь. Мне почему-то казалось, что где-то это должно именно быть. Я поставил песню про Мишутку. Мне нравится, как звучит перебор. В принципе, если бы весь трек продлить по тексту на всю эту сцену, было бы тоже неплохо. Плюшевая Мишутка шел войной прямо на Берлин. И вот Данила идет. Еще одна сцена, где в оригинале совершенно ничего не играется, а я поставил. Я поставил песню «Где». Потому что мне она всегда нравилась. Мне казалось, что она вот как раз из какого-то такого настроения. Петра, разборки в клубе, я сказал, там звучит песня, полковнику никто не пишет. И это такой прям монументальный фрагмент фильма, по крайней мере, который вот вошел в ассоциацию с этим фильмом. Если ты говоришь про фильм «Брат 2», то ты говоришь про песню «Би-2». Попробовал здесь поставить песню «Вселенская большая любовь». В принципе, в атмосфере она довольно неплохо подходит. И наделяет, опять же, совершенно иным смыслом происходящее. Получается, что Данила вот ищет эту свою любовь. Кстати, вот некоторые в разборе фильма, по крайней мере, первого, говорят, что вот Данила ищет любовь, поддержку, какое-то понимание ищет людей, которые будут с ним вместе, но не находят. И вот здесь у меня получился такой момент продолжения этого мотива. Далее я соединил две сцены, поскольку это все-таки небольшой ролик и, как говорится, имею право, раз я такой фигней занимаюсь. В сцене, где он спрашивает американца о том, в чем сила. Там в оригинальной никакой музыки нет, насколько я помню. Там просто слышно «Город». «Город большой, страшная сила». Ух ты, смысл. Я там поставил песню о ботшествии преподобного в пустыне от славы человеческие. В чем сила? Разве в деньгах? Она, конечно, ставилась ради сцены полета в конце, где в оригинале звучит «Последнее письмо», то есть «Гудбай Америка» группы на Утилус-Помпилиус. «Последний мой, бумажный». Там она очень прикольно сделана в том, что переход от детского кота такого страдальческих хриплого голоса, немножко нестройного, к такому уверенному исполнению Бутусова. Я поставил вот здесь ту песню, на мой взгляд, она тоже подходит. Дает такой эпично-советский окрас сцене, ну да ладно, по крайней мере, по эпичности она тоже подходит. В оригинале, видимо, про Америку все-таки говорилось, что чужда она, Даниилии, нафиг она не нужна, а здесь я, ну не знаю, как будто бы закончил это самое эпическое путешествие Одиссея, так скажем. Это вот сугубо мое мнение, сугубо мое видение фильма, вот этих двух фильмов, таких зараза разных, разных по музыке, по настроению. Более полную версию ролика со всеми вот этими фрагментами, которые я заменил, можете посмотреть вот по ссылке в описании. Спасибо за внимание, можете посмотреть у меня другие ролики касательно гражданской обороны, касательно вообще там разных вещей, где-то тоже есть там мои рассуждения, если вам понравилось вдруг это, вот, если не подписан на канал, можете подписаться. субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok